Смотрите, девочки, мы работаем с изделием на подкладке. У нас пальто. После осноровки мы по периметру вот так вот все сметали. Видите, как показываете, Соня, все. И все прошили по периметру. Нам осталось прошить вот таким вот образом, сметать рукава. Вот так вот сметать рукава. Поэтому, что мы делаем? Да, обращаю ваше внимание вот на эту букву Г. Я начинала сметывать вот отсюда, вернее, стачивать вот отсюда. После осноровки мы все обрезные краешки вот так соединяем. Потом повернулась на участке подбортика, прошила вдоль линии низа. Потом там, где начинается подкладка, я спустилась вот сюда вот вниз. И стала прошивать по линии низа, подкладывая сюда паутинку. Шили, шили, шили. На этом конце сделали все то же самое, но в обратную сторону. Вот она буква Г и идем наверх. Дальше выходим на горловину, прошили вместе с воротником и снова ушли на край борта и дошили вот до этой точки. То есть мы все прошили по периметру. Дальше, смотрите, нам осталось соединить рукава, подкладки и основного изделия друг с другом. Я нахожу рукавчик из подкладки. Вот так вот его кладу вот сюда. Шовчик внутренний у него, вот он. Вот рукавчик из подкладки, вот у него шовчик. Это у него верх. Так, теперь это краешек борта. Теперь я беру в руки вот этот рукав, вот этот рукав и укладываю основной рукав на рукав из подкладки. Таким же образом, чтобы соответствующий ему шовчик вот здесь вот внизу тоже был внизу. И нахожу нужные нам швы. То есть вот эти швы, они должны сходиться друг с другом. Правильно? А это вот, соответственно, у них верх. Тут плечико проверяемся и тут плечико. То есть мы не перекрутили рукавчик, все с ним в порядке. А теперь смотрите, как нужно сделать. Нужно вот этот шов соединить вот с этим швом. Нужно вот этот срез соединить вот с этим срезом. И нужно вот это лицо соединить вот с этим лицом. И поэтому я делаю вот так. Взяла вот это, да? Вот шовчик. И вот этот шовчик взяла в левую руку. И теперь смотрите, соединяю шов со швом, лицо с лицом и срез со срезом. И эту картинку вот так дублирую булавочкой. Прикрепляю вот эту булавочку сюда. Ну и дальше уже все очень просто. Нам осталось, мы поймали нужное нам положение. Нам осталось вот так вот соединить вот это все и приметать. Приметываем. Приметываем со стороны маленькой детали. Я сейчас буду прошивать вот это все. И, конечно, срезы уже подтягиваем. И обратите внимание, низ рукавчика у нас уже заметан. Мы это сделали сразу же после осноровки. То есть, когда осноровка прошла, чтобы не возвращаться обратно к этому, и мы нарисовали линию низа рукава, мы это все сделали. Значит, вот эти подробности изделия на подкладке у нас есть в учебном курсе. На коломейка.ру, пожалуйста, кого-то интересует информация, как я шью изделия на подкладке. Вы можете купить себе, шьем изделия на подкладке курс. А в дополнение к этому курсу я сейчас снимаю вот это видео. Вот. Вот так вот мы приметали. Затем давайте остановимся. И мы сейчас у нас вот такой вот вид. Пришивать мы подкладочку к рукаву будем со стороны основной ткани. Она у нас, посмотрите, вся проклеена. Для того, чтобы... Будем мы подкладывать сюда вот такую паутинку. Для того, чтобы припуск никогда не отходил. Вот так вот будем делать. Вот так вот. Прошиваем. По периметру. Потом, когда мы оба рукавчика по периметру прошьем, низ рукава у нас уже заметан, он сформирован. Во время утюжки вот этот шовчик, вот этот припуск у нас приклеится к продублированному участку по низу рукавчика. И нам не надо будет делать никаких закрепок. Все на самом деле очень просто. Вот такой способ соединения рукавчиков с подкладкой мне рассказала одна из моих учениц, которая работала на массовом пошиве одежды. Вот с этим все. Со вторым рукавом поступим аналогично. Девочки, мы в дополнение к нашему курсу шьем наше изделие на подкладке. Следующее. Если я вам говорила там, что я выворачиваю через линию низа, вот тут удалили нитку зря, видите? Соня перестаралась немножко. Вот эта линия низа должна оставаться на протяжении всего вот этого участка. Но придется нам выкручиваться, когда будем выметывать. Здесь она есть, здесь ее не стало. Ладно, чуть придумаем. Я не об этом. То есть, короче, я оставляла вот это место непрошитым и через него все выворачивала. Сейчас я вернулась к прежней своей технике. То есть, раньше я делала вот такой вот на боковом шве, выбирала вот такой кусочек, его распарывала аккуратненько, чистенько и через него все выворачивала. Рукава у меня, обратите внимание, уже пришиты. С этой стороны, с этой стороны паутиночка здесь тоже есть. И все. Нам осталось вывернуть. Сейчас я распарю, выверну. Мы будем выметывать все по периметру, по кругу. Рукава у нас обработаны, воротник у нас пришит. Нам останется все выметать, поутюжить и закончить свое изделие. Всем добра!